Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня проведем занятия в условиях карантина в связи с коронавирусной пандемией без препарата с рисунками по атласу Синельникова. По дворе 2019-2020 учебный год, 14 занятия для студентов первого курса факультета общей медицины, тема «Плечевое сплетение». Мы различаем центральную нервную систему и периферическую нервную систему. В центральную нервную систему относятся спинной мозг и головной мозг. Периферическую нервную систему составляет 12 пар черепных нервов, отходящие от основания головного мозга, а и 301 пара спинномозговых нервов, которые отходят от спинного мозга. Давайте разберем строение, как образуется спинномозговой нерв. Данная схема показана спинной мозг. Здесь мы выделяем серое вещество и белое вещество. Кто забыл, хочу напомнить, что серое вещество состоит из тел нервных клеток, то есть из нейронов. Белое вещество состоит из отростков нервных клеток. Серое вещество мы выделяем задний рог, состоящий из вставочных нейронов, и передний рог, состоящий из двигательных нейронов. В некоторых сегментах спинного мозга находятся центры симпатической нервной системы. Белое вещество мы делим на задний канатик, передний канатик и боковые канатики. В этих канатиках проходят восходящие и нисходящие проводящие пути, которые соединяют спинный мозг со спинным мозгом. Здесь выделяем мы задний корешок спинного мозга, который состоит из чувствительных молокон. Спинно-мозговой узел, который составлен из чувствительных нейронов. Нейроны бывают таким образом три вида. Вставочные, ой, извиняюсь, чувствительные, вставочные и двигательные. Передний корешок двигательный. Эти два корешка в области межпозвоночного отверстия образуют спинно-мозговой нерв. После выхода спинно-мозговой нерв телится на задние ветви и передние ветви. Задние ветви и передние ветви, как вы видите, схемы уже состоят из чувствительных, двигательных и симпатических волокон. Задние ветви иннервируют мышцы кожи у спины. Передние ветви составляют шейное сплетение, плечевое сплетение, пояснично-крестцовое сплетение. Таким образом иннервируют конечности мышцы шеи и грудные мышцы. Чтобы знать функции спинно-мозговых нервов, нужно понять вообще функцию нервной системы. Нервная система выполняет две функции. Первая функция нервной системы обеспечивает связь организма с внешней средой. Вторая функция управляет деятельностью внутренних органов, то есть регулирует, координирует функцию внутренних органов. Для того, чтобы управлять деятельностью органов или обеспечивать связь с внешней средой, организм получает информацию. Информацию получает посредством рецепторов. В данном случае бывают экстрорецепторы, интеррецепторы, пропорецепторы. Каким образом получает? Получает посредством спинно-мозговых нервов и черепных нервов. И отвечает посредством этих же нервов. Таким образом, в данном случае смотрим первый ветвь спинно-мозговых нервов. Вот синие – это чувствительные волокна. Допустим, здесь получает температурную чувствительность. Идет по спинно-мозговому нерву. Подходит к гангленинспинале. Здесь находятся чувствительные нейроны. Особенность чувствительных нейронов – они располагаются вне центральной нервной системы. У них дендриты значительно длиннее, чем аксоны. Таким образом, импульс поступает в спинной мозг. Задний рог, заднем роге, как мы говорили, располагается вставочной нейроной. Теперь перенесемся к схеме, которую мы взяли из учебника Сапина. В данном случае показан проводящий путь болевой и температурной чувствительности. Вот задний рог. Импульс передается здесь вставочным нейронам. Их волокна переходит в противоположную сторону. Поковой канатик спинного мозга. Это так называемый спиноталамический латеральный путь. Трактус спиноталамикус латералис. Проходит через дарзальную часть продолговатого мозга. Через дарзальную часть моста, через дарзальную часть, то есть покрышку среднего мозга. И подходит к промежуточному мозгу, талямусу. Талямус, как вы знаете, подкоркует центр чувствительности. Импульс передается следующему вставочному нейрону. Отсюда импульсу поступает к коре головного мозга. Кора головного мозга выполняет высшую нервную деятельность. То есть это сознательная деятельность. Здесь человек, допустим, осознает полученную информацию посредством рецептов. Допустим, определенный вид боли или температурную чувствительность. Центр общей чувствительности находится под постцентральной извилини. А вообще, ответ организма к полученной информации осуществляется посредством так называемого пирамидного пути. Пирамидный путь начинается при центральной извилини. Информация в данном случае из постцентральной в предцентральную извилини передается посредством ассоциативных волокон. Белое вещество головного и спинного мозга состоит из трех видов волокон. Так называемых ассоциативных, комиссуральных, проекционных, восходящие и нисходящие, проводящие пути. Это есть проекционные волокна. А ассоциативность соединяет различные участки одного полушария между собой. В данном случае от коркового конца полевой температурной чувствительности посредством ассоциативных волокон импульс передался в гирус предцентрализ. Откуда начинается пирамидный путь? Пирамидный путь состоит из трех путей. Первый корково-ядерный путь, трактус кортика нуклеарис, они заканчиваются в двигательных ядрах черепных нервов. Например, к определенной информации, полученной звене, человек отвечает, допустим, изменениям мимики. Вот, допустим, вот это ядро, двигательное ядро нервосфатциалис. А мы знаем, нервосфатциалис иннервирует мимические мышцы. То есть, к определенной информации мы показываем свою радость, понимание или непонимание. Дальше идут эти волокна, допустим, заканчиваются в ядре 12-й пары, так называемом подъязычного нерва. А подъязычный нерв, нервосфатциалис иннервирует мышцы языка. Ну, функцию языка мы знаем. Дальше, второй путь, это корково-спинномозговой латеральный путь, трактус-кортик спиналис-латералис. Продолговатый мозг переходит в противоположную сторону, декузация пирамидом. Спускается боковым канатик спинного мозга и заканчивается в передних рогах спинного мозга. А в передних рогах находится двигательное ядро. Теперь передний корково-спинномозговой путь спускается по переднему канатику. Также переходит в противоположную сторону и заканчивается в двигательных ядрах спинного мозга. теперь будем говорить более конкретно мы сказали вот допустим через рецепторы проходит полевая температурная чувствительность через какой нерв вот сегодня будем изучать допустим есть идеальный кожный нерв предплечья латеральный кожный нерв предплечья вот посредством этих нервов импульс проходит к спинному мозгу далее по полевой температурной чувствительности корея оттуда отверстие через пирамидный путь в передние рога спинного мозга вот аксоны этих нейронов допустим образуют так называемый нервус медианус срединный нерв нервус угольный арис локтевой нерв которые иннервирует мышцы передней поверхности предплечья и кисти он соответственно происходит движение мышц руки также отвечаем на эти болевые или температурные воздействия посредством черепных нервов когда этого говорили пример от ядра лицевого нерва выходят аксоны которые иннервируют мимические мышцы от ядра 12 пары под язычные нервы уходят аксоны которые образуют нервский паблюциус и иннервируют мышцы языка таким образом посредством движений мимических мышц языка мы ображаем свое отношение к этим раздражением допустим что-то горячие холодные ключевое сплетение плексус прохиалис образован перед ними ветвями спинномозовых нервов выходящих с пятого сегмента шестого седьмого восьмого сегментов а также частью передней ветви четвертого сегмента и первого грудного нерва плечевое сплетение выходит по межлестничном пространстве здесь образуют трункус супериор потом средний ствол и нижний ствол потом спускается вниз и окружает артерию акселярис с трех сторон образует латеральный пучок идеальный пучок и задний пучок ветви плечевого сплетения делятся на короткие и длинные короткие ветви это нерви пекторалис латералис это идеализ как видно нетрудно запомнить по названию какие мышцы они иннервируют иннервируют большую грудную мышцу и малую грудную мышцу есть нервус тарацикус ленбус ленбус грудной нерв иннервирует переднюю зубчатую мышцу а также из нервус суплябис который иннервирует подключичную мышцу имеется еще нервы субскопулярис по названию видно что иннервирует под лопаточную мышцу есть нервус акселярис который проходит через парамент квадриллятором четырехсторонные отверстия кстати мышцы и топографии мы изучили на пруд прошлом занятии то есть первой части 4 14 занятий посвященный сосудом верхних конечностей он проходит через парамент квадриллятором и иннервирует рядом расположенные мышцы и плечевой сустав дальше нервус супроскопулярис над лопаточный нерв иннервирует задние мышцы плечевого пояса а если помните вот вчера мы рассказывали здесь какие мышцы это мускулес супраспинатус мускулес и мупраспинатус мускулес террис маер минер следующий нерв нервус торзалис капуля этот нерв здесь не показан этот нерв иннервирует те мышцы которые прикрепляются к медиальному краю лопатку то есть это мускули ромбоида и мускулес леватор с капуля длинные ветви плечевого сплетения сделаем общий обзор вот это синим покрашен нервус медианус срединный нерв и звенери берет три с половиной пальца зеленым нервус мускулес кутанус то есть мышечно-кожаный нерв иннервирует мышцы передней плечи потом называется нервус кутанус антабрахими латеральс то есть латеральную часть передней поверхности предплечья кожу иннервирует красный это задний нерв нервус радиалис проходит позади плечевой кости иннервирует задние мышцы плеча и мышцы задней поверхности предплечья так это нервус пульнарис проходит позади медиальный вон от мышелка иннервирует кожу медиальной части предплечья и здесь иннервирует спереди полторы пальца а также это нервус кутанус брахимидиальс медиальный кожаный нерв плеча вот это медиальный кожаный нерв предплечья мышечно-кожаный нерв нерв мускулес кутанус прободает клювовидно плечевую мышцу иннервирует мышцы передней поверхности плеча мускулес брахиалис затем нерв уходит на переднюю поверхность предплечья и называется латеральным кожным нервом предплечья нервус кутанус анти-брахиалатеральс иннервирует кожу латеральной части передней поверхности предплечья серединный нерв нервус медианус располагается медиальный двуглавый образец ульку спецепиталис медиалис вместе с плечевой артерией на плечо битве не дает проходит на предплечья прободая круглый пронатор и располагается в одноименной борозде срединный нерв нервирует все мышцы передней поверхности предплечья кроме локтевого сгибателя запястья и медиальной части глубокого сгибателя пальцев идет вниз проходит через канализ корпалис на ладонь ладонь и делится на общие ладонные пальцевые нервы нервы digitalis пальмарис коммунис они каждый свою очередь делится на собственные ладонные пальцевые нервы нервы digitalis пальмарис крупы эти чувствительные нервы иннервирует обе стороны большого пальца указательного пальца среднего пальца и лучевую сторону безымянного пальца то есть иннервирует три с половиной пальца а также мощные то есть двигательные ветви нервирует мышцы тенор кроме мускулес аддуктор полицис то есть приводящий большой палец мышцы и глубокие головки коровка короткого сгибателя большого пальца а также иннервирует из мышц средней группы первую и вторую червообразные мышцы нервус ульнарис отходит от медиального пучка плечом сплетения идет рядом с нервус петянус артерия брахиалис потом постепенно отходит назад проходит позади медиального надмышалка плечевой кости и располагается в одноименной борозде суркус нерви радиалис здесь располагается повес под кожей и поэтому если задеть эти области появится такое резкое чувство покалывания нервус ульнарис на предплече располагается по суркус ульнарис иннервирует локтевой сгибатель запястья а также медиальную часть глубокого сгибателя пальцев на нижней третье предплечье нерв делится на рамус дорзалис дорзальный ветвь который переходит на дорзальный поверхность кистей и идет вниз в виде ладонной ветви рамус пальмарис вот рамус пальмарис нервус ульнарис вместе с локтевой артерии проходит через щель который находится в медиальной части ретинокулем флексором то есть удерживая сгибателей это щель называется канализ карпалис ульнарис и здесь делится на глубокую ветвь и поверхностный ветвь рамус суперфициалис рамус пересель своего очередь делится на нерве и гитарис пальмарис проприи которые энергии с двух сторон мизинец а также локтевую сторону безымянного пальца то есть иннервирует кожную чувствительностью полторы пальца а как мы говорили до этого три с половиной пальца иннервируется от нервус дианус здесь мы видим вот то что сказали рамус суперфициалис это идет глубокая ветвь рамус профундус вместе с глубокой подонной дугой глубокая ветвь иннервирует все мышцы гипотенор 3 4 червообразные мышцы все ладонные и дорзальные искусные мышцы а также иннервирует мускулес аддуктор полицис то есть приводящий большой палец мышцу и глубокую головку мускулес флексор полицис превис то есть глубокую головку короткого сгибателя большого пальца дорзальная ветвь нервосульная на уровне головки локтевой кости уходит на толкисти и делится на нервы и детали здоровались то есть торсальные нервы торсальные пальцевые нервы которые нервируют два с половиной пальца двух сторон мизинец безымянный палец и локтевой стороны средний палец следует уточнить что средние и дистальные фаланги указательного пальца среднего пальца а также лучевой стороны безымянного пальца иннервируется от срединного нерва вот нервос медианус лучевой нерв и русс радиалис является продолжением заднего пучка плечевого сплетения вместе глубокой артерии плеча проходит заднюю поверхность плеча на задней поверхности плеча на задней поверхности плеча лир проходит плеча в мышечном канале иннервирует мышцы за день поверхности плеча треуглевую мышцу а также локтевую мышцу еще подмышечный полость от лучевой нервы отходит задний кожный нерв плеча нервоскутановский прахи пастерио, который иннервирует кожу задней поверхности плеча плечо лучевом канале отходит нервоскутановский антибрахи пастерио то есть задний кожный нерв предплечья и этот нерв иннервирует заднюю поверхность плеча нервоскутановский антибрахи пастерио заднюю поверхность плеча нервирует нервоскутановский прахи пастерио то есть ветви лучевого нерва после выхода из плеча мышечного канала лучевой нерв делится на поверхностный ветвь и глубокий ветвь Глубокий ветвь пропадает мышцу супинатора, переходит на заднюю поверхность и иннервирует все мышцы задней поверхности предплечья. А поверхностный ветвь спускается вниз по лучевой борозде и нижней третьей предплечья между плечо-лучевой мышцей и лучевой костью переходит на тыльную поверхность предплечья. На тыльной поверхности поверхностный ветвь делится на тыльные пальцевые нервы, которые иннервируют в двух сторон большой палец, указательный палец и лучевую сторону среднего пальца. Указательный палец и средний палец иннервируются на уровне проксимальной фаланги. Средние и дистальные фаланги иннервируются от nervus medianus. Из длинных ветвей плечевого сплетения остались два кожных нерва. Это медиальный кожаный нерв плеча, нервоскутановосбрахи медиалис, а также медиальный кожаный нерв предплечья, нервоскутановосбрахи медиалис. Как видно из этого рисунка, это идеальный кожаный нерв плеча, иннервирует медиальную половину кожи плеча, нервоскутановосбрахи медиалис. Сейчас медиальный кожаный нерв предплечья иннервирует медиальную половину передней поверхности предплечья, латеральную половину иннервирует латеральный кожаный нерв предплечья, который отходит из мышцно-кожаного нерва. Это ладонь, мы с вами разобрали, срединный нерв иннервирует три с половиной пальца и ладонь, а полторы пальца иннервирует от нервоскутановосбрахи медиалис. Таким образом, уважаемые студенты, мы разобрали нервы плечевого сплетения. Спасибо за внимание. Занятие проводил доцент-капитрии нормальной анатомии Казахского национального миссионского университета Волжен Шакенов-Шакенов. Мне помогал студент первого курса факультета общей медицины Тосубик Ахан. Спасибо за внимание. До встречи.